Помазанники Божьи. Так называется Петербургская выставка, открывшаяся в Государственном музее истории и религии и посвященная 400-летию Дома Романовых. На ней представлены дары царской династии Русской Православной Церкви, реликвии, подаренные Романовым в связи с различными важными событиями в их жизни, исторические документы и многое другое. На выставке побывала наша съемочная группа. Рядом со мной макет Храма Христа Спасителя в селе Борки, построенного в память чудесного спасения царской семьи во время крушения поезда в 1888 году. За ним картина художника Макарова, связанная с этим же событием. Это только два из двух сотен экспонатов выставки, отражающие жизнь царской династии Романовых за все 300 лет ее существования. Здесь можно увидеть триоти Филонь XVII века, вклады первых Романовых в православные храмы, дарохранительницу, подаренную императрицей Анной Иоанновной, храму Рождества Пресвятой Богородицы, некогда стоявшему на Невском проспекте, на месте современного сквера перед Казанским собором, и другие редкие памятники истории и культуры. Через них просвечивает не только история царской семьи, но и история всего российского государства 17-го начала 20-го веков. Коллекция нашего музея, она очень обширная, она большая. В ней много мемориальных вещей, связанных с царствующим домом Романовых. И мы решили сделать, скажем так, акцент на такую бытовую, если можно так сказать, сторону жизни вот этого царствующего дома. То есть от рождения до смерти. Какие традиции были связаны вот с моментами рождения в царствующем доме Романовых? Каким образом происходили венчания? Смерть, да, каким образом это отражалось? В каких произведениях искусства нашли отражение вот эти этапы царствующего дома? И, конечно, очень много исторических предметов, которые связаны с их деятельностью именно как помазанников божьих. Поскольку в нашей выставке мы сделали акцент не столько на государственной деятельности императорского семейства, сколько на частной жизни, то здесь есть икона, связанная с крещением царей, царских детей. Например, мирная икона Александра II, то есть мирная, сделанная в рост новорожденного младенца. И к этой иконе, так сказать, приложен подлинный документ, объявление о богослужении в Казанском соборе в связи с крещением будущего Александра II. Есть подлинная записка, автограф Николая II, адресованная Иоанну Кронштадтскому. Вот эта записка мемориальна не только тем, что это автограф, но также еще и тем, что она была написана за несколько часов до смерти Александра III. На открывшейся экспозиции посетители познакомятся с обширной благотворительной деятельностью императорской династии, с паломничествами царской семьи, с иконами и храмами, созданными в память покушений на помазанников божиих, с предметами, связанными с празднованием трехсотлетия дома Романовых. Выставка продлится до середины февраля. Спасибо. 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 Спасибо.